Новополоцк – один из крупнейших промышленных центров Беларуси. Своим появлением наш город обязан именно промышленности, нефтеперерабатывающей отрасли. Этим он и интересен организаторам проекта «Нефтесовременность». Его цель в культурном аспекте – рассмотреть эпоху нефтехимии, показать, как нефтяная промышленность влияет на культурную жизнь горожан. Сегодня невозможно себе представить, как бы выглядела наша жизнь, если бы не было нефти, потому что это значит, что не было бы ни автомобильной промышленности, ни мобильности, ни глобализации. Таким образом, можно сказать, что нефть – это и есть то самое вещество современности, на котором построена вся наша сегодняшняя жизнь. В Германии также есть города, которые самым тесным образом связаны с нефтью. Один из них – Вольсбург. В городе находится штаб-квартира «Фольксваген». Именно здесь, в Музее искусства, в ноябре 2020 года состоится выставка, посвященная нефтехимии, в которой поучаствует и Новополоцк. А уже в следующем году часть выставочного проекта будет представлена в нашем городе. Такое необычное, наверное, направление. Сегодня это все-таки нефтекультура, казалось бы, но сегодня есть интересные уже наработки у Института Гёта. Это через изобразительное искусство, показать, как у них звучит красиво, красоту нефти. В этом проекте тоже, я думаю, мы поучаствуем. Учитывая то, что в городе проводится у нас ряд конкурсов, пленеров, таких уже именитых пленеров, пленеры имени Хруцкого, я думаю, что, может быть, либо в этом году, либо в следующем, мы тоже зададим тематику именно нашего города, как города нефтехимиков, и эта тематика пройдет через пленер. Следующая встреча состоится в мае. Новополоск посетят кураторы, организаторы выставки в Вольсбурге, для того, чтобы в диалоге с местными экспертами обсудить организационные вопросы и разработать дальнейшие действия. Гёте-институт – международная организация, представленная в более чем 150 странах мира. Ее цель – популяризация немецкого языка и культура. Беларусью Гёте-институт был основан в 1993 году. Ирина Шевко, Артем Табаков, Вектор ТВ.